Всем привет! Сегодня у нас для Охотника.нет обзор компрессора для дайвинга. Это компрессор фильма Мини Йоми, производства Китай. Главным его достоинством является то, что он стоит в 2, в 3 и более раз дешевле любых аналогов. Плох он или хорош, мы сейчас рассмотрим на видео, но могу от себя добавить, что за 2 года использование таких компрессоров, и наши покупатели достаточно часто отдают предпочтение именно этим компрессорам. Никто не жаловался. Возможно, у компрессора производительность чуть ниже, чем у аналогичных, но цена всего чуть больше 50 тысяч рублей. Компрессоры такого типа стоят от 100 тысяч рублей российского производства, и они ненадежнее, чем этот. Давайте его рассмотрим поподробнее. Здесь у нас расположены два вертикальных больших фильтра для воздуха. Сюда засыпается активированный уголь для систем дыхания. Закачивая воздух в баллон, мы можем им дышать без каких-то технических примесей, которые создает компрессор, нагнетая воздух в поршни. Компрессор имеет две системы охлаждения. Первая система – это большой вентилятор. И вторая система – это вот такой стройный бачок, куда мы можем налить воду или антифриз. Вода у нас, в принципе, здесь еще есть, но нальем еще немного. Компрессор, как и любые двигатели, работает на масле. Вот, масло заправляется в двигатель. На окошечке должно быть либо 50%, либо 70%. Ни больше, ни меньше. Желательно поддерживать этот уровень. В Охотника Net есть всегда масло на компрессорное специальное. В комплекте с компрессором оно не идет. Вы можете его приобрести отдельно. Сейчас закроем пробочку. И покажем вам, как этот компрессор справляется с баллоном 7 литров. У нас там есть 100 атмосфер. Мы его заправим до 300. Вначале включается водяное охлаждение. Рекомендуем дать ему поработу секунд 30, для того, чтобы оно полностью всю систему снабдило. Далее берем вот такой переходник. Его также нужно приобрести отдельно, если вы собираетесь заправить баллон. Сейчас мы его вставляем в фостер. То есть ничего привинчивать не надо. Еще раз покажу. Магия, но ничего не пропускает. Далее мы сейчас положим баллон. Довольно плотно, вручную, закроем. Прокрутим стравочный винт. Включаем компрессор. Сравняем давление. И затем уже откроем петель. Вот давление пошло вверх. Этот компрессор нагнетает давление непосредственно внутри себя. Здесь пока винтель заблокирован. В общем, вот так вот. Теперь отучил ритм. Тут порядка. Вот заряжение. Теперь отучил ритм. В первом 7-литровом полонии наш компрессор управляет. Ну вот, наш компрессор работал порядка 10 минут. И состав у нас получается до 180 атмосфер он у нас заправил болот. Компрессор нагрелся до 70 градусов, сейчас уже температура падает. И мы ему дадим отдохнуть, а потом продолжим заправку. Ну вот, собственно, у нас 300 атмосфер. На самом деле рекомендуется поддержать, чтобы он охладился, не выключать. Но для качественного видео мы, соответственно, выключили и охлаждающий резервуар. У нас на манометре 300, можно сейчас увидеть. Общей сложности именно сам компрессор работал 30 минут. Но всего времени мы потратили где-то 50, потому что мы давали ему 10 минут он работал, нагревался до 70 градусов, 10 минут потом отдыхал. У более дорогих компрессоров есть реле, который отключает на определенной температуре сам компрессор. Здесь этого нет. То есть вы сами должны следить за температурой. Вообще его рабочие до 80 градусов. Но для увеличения его срока службы мы рекомендуем его все-таки отключать на 70. Вот сейчас температура у нас уже падает, он охлаждается. Вот за 10 минут он охлаждался там порядка до 20-18 градусов. Сейчас мы, собственно, давление путем отвинчивания скрозочного винта. Лишняя влага, вот видите, выходит. Потому что здесь есть влагоотделитель. Она не попадает в сам болок. У многих компрессоров нет влагоотделителя, которые на станциях МЧС стоят и так далее. Поэтому вы рискуете, если заправляете винтовку в резервуар, слишком много воды. Да, 300 атмосфер пришлось очень долго, на самом деле, справлять. Здесь достаточно много воды и еще внутри, в наполнителе, в принципе, она есть. Сейчас мы закручиваем сам болон, чтобы наш воздух обратно не вышел. И уже переходник выкручиваем. Ну и, соответственно, для того, чтобы заправить от баллона винтовку, здесь такая же резьба на всех заправочных станциях. Вот, мы винчиваем его баллон. Сюда, на этот конец, штуцер, либо фостер под квик, в зависимости от того, колба у вас или резервуар. И заправляете очищенным, хорошим воздухом. Такие компрессоры для дайвинга и для накачки баллонов для PSP купить нужно в Охотника.нет. У нас всегда есть наличие, в отличие от конкурентов.